В семье нет сортировочного комплекса. Однако несколько лет назад город получил бесплатную линию сортировки мусора, но еще не был установлен. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова на встрече с жителями области Абай. Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова встретилась с жителями области Абай. В совещании приняли участие представители некоммерческих и общественных организаций, а также представители ответственной отрасли. В ходе встречи жители задавали вопросы, касающиеся семиплатинского полигона, экологии и социальных выплат. Пострадавшие от полигона дети и подростки нуждаются в местах отдыха, медицинской помощи и пособиях. Нужно снизить пенсионный возраст женщин и мужчин. Вот такие у нас есть требования. Зульфия Сулейменова отметила, что законопроект по данному вопросу находится на рассмотрении и будет вынесено второе чтение в Машилисе. Стоит отметить, что первое чтение законопроекта прошло в апреле прошлого года. В этом году его пересмотрели с вынесением изменений в ряд его статей. В настоящее время в Машилисе проходит рассмотрение законопроекта по семиплатинскому испытательному ядерному полигону. Он выйдет на второе чтение в середине следующей недели. В целом этот законопроект предусматривает ряд вопросов, касающихся реабилитации территории этого района. Министр отметила, что вопрос о социальных выплатах находится в компетенции Министерства труда и социальной защиты населения. Также жителями отмечена опасность в отношении использования земель на территории полигона. Где этот полигон вреден, где безвреден? На наших руках нет ни одного данного. Единственное, что есть, это знак, подтверждающий территорию полигона. А где исследования? Можно ли здесь работать или нет? А вот пригодную землю надо дать народу. Во многих местах находятся зимовки, дома, людей. А территория-то полигона. В отношении данных мест в дальнейшем Национальный ядерный центр намерен провести комплексные исследования. После того, как его результаты станут известны, министр экологии будет анализировать заключение. Министр также отметила, что эти работы планировалось провести еще в прошлом году. Главной целью комплексного плана является общее состояние этих земель. Необходимо выяснить, какие места можно оздоровить и какие мероприятия необходимо предпринять для оздоровления. Это исследование должно четко указать. Если где-то принято решение о том, что уровни радиации высоки, эти земли нельзя использовать. Кроме того, в ходе встречи был затронут вопрос о работе по вывозу твердых отходов в семье. Жители выразили недовольство тем, что по городу вывозит мусор только одна компания. Общегородская свалка под открытым небом может привести к экологической катастрофе. К сожалению, ситуация не ведет очень печально, но власть не реагирует на ситуацию, не решает вопросы. Сематически в социальных сетях, в различных местах появляются жалобы на вывоз мусора, на утилизацию мусора. Но никак этот вопрос не решается. В этой связи министр экологии и охрана природных ресурсов отметила несколько этапов, касающихся использования твердых отходов. Эти требования включают сокращение, повторное использование и переработку отходов. И только неперерабатываемый мусор необходимо отправлять на полигон. Зульфия Сулейменова удивилась тому, что бесплатный сортировочный комплекс, переданный семею несколько лет назад, еще не запущен. К сожалению, на данный момент пока еще эта сортировочная линия не установлена, она не работает. Поэтому Акимату убедительная просьба, пожалуйста, поставьте. Пусть в Каменогорске она работает, в семье она до сих пор не работает. Мы ее вам бесплатно дали, чтобы вы могли ассортировать. Также Зульфия Сулейменова отметила, что озвученные вопросы будут решены. А предоставление социальных выплат пострадавшим от полигона не входит в компетенцию министерства. Обещала осведомить ответственных представителей. Талшин Шекртхан, Шугол Султан Махмудова, Эдос Айткалиев, Телеканал Семи.